Здравствуйте, ребята! Сегодня мы разберем первые пять задач, а именно задачи про ОСАГО. Задачи про ОСАГО. Давайте сначала прочитаем условия задачи. Каждый водитель в Российской Федерации должен быть застрахован по программе обязательного страхования гражданской ответственности. Вкратце ОСАГО. Стоимость полиса получается умножением базового тарифа на несколько коэффициентов. Коэффициенты зависят от водительского стажа, мощности автомобиля, количества предыдущих страховых выплат и других факторов. Коэффициент бонус-малус зависит от класса водителя. Это коэффициент, понижающий или повышающий стоимость полиса в зависимости от количества ДТП в предыдущий год. Сначала водителю присваивается класс 3. Срок действия полиса, как правило, 1 год. Каждый последующий год класс водителя рассчитывается в зависимости от числа страховых выплат в течение истекшего года в соответствии со следующей таблицей. Задача 1. Павел страховал свою гражданскую ответственность 3 года. В течение первого года были сделаны 2 страховые выплаты. После этого выплат не было. Какой класс будет присвоен Павлу на начало 4 года страхования? Обращаемся к нашей таблице. По условию задачи сказано, что сначала присваивается класс 3 на начало первого года. Для того, чтобы было понятно, какой класс был присвоен на начало 4 года страхования, мы составим следующую таблицу. Здесь мы напишем год в первый год, во второй год, в третий и в четвертый год страхования. Так, тут напишем класс, который ему присваивается. Так, в первый год всем присваивается третий класс. Третий класс. То есть в первый год все водители, когда получают права, ездят третьим классом. Но по условию задачи в течение первого года были 2 страховые выплаты. 2 страховые выплаты, они влияют на присвоение класса в следующий год. Смотрим, если он в первый год ездил третьим классом, и у него были 2 страховые выплаты, значит, в следующий год он будет ездить классом М. Значит, второй год Павел будет ездить классом М. Затем у него страховых выплат не было. Теперь смотрим, класс М. У него страховых выплат не было, 0 страховых выплат. Значит, в следующий год ему присваивается нулевой класс. Нулевой класс. Дальше. Тоже у него не было страховых выплат в этом году. И, соответственно, у него был нулевой класс в третьем году. Страховых выплат тоже было 0. Значит, к началу четвертого года у него становится класс 1. Значит, ответ данной задачи это будет 1. Первый ответ у нас будет 1. Вторая задача. Чему равен КБМ на начало четвертого года страхования? КБМ – это коэффициент бонус-малус. Мы рассмотрим нашу таблицу, которую мы составили. Так как в начало четвертого года у нас был класс 1. Соответственно, по данной таблице первому классу коэффициент бонус-малус соответствует 1,55. Значит, второй ответ у нас будет 1,55. Третья задача. Коэффициент возраста и водительского стажа также влияет на стоимость полиса. Когда Павел получил водительские права и впервые оформил полис, ему было 24 года. Чему равен КВС на начало четвертого года страхования? То есть, еще раз, КВС, коэффициент водительского стажа, зависит от возраста водителя и от его стажа. Давайте дополним нашу таблицу. Дополним нашу таблицу. Здесь мы напишем возраст. И, соответственно, последняя строка – это у нас будет стаж вождения. Когда оформил Павел водительские права, ему было 24 года. Значит, в следующий год ему будет 25 лет, дальше 26, и в четвертом году у него будет 27 лет. И теперь определим стаж вождения. В первый год у него стаж был нулевой, у него стажа не было. Значит, первый год он ездит нулевым стажем. Во втором году он один год уже ездит, поэтому стаж у него будет один год. Один год. К началу третьего года у него стаж будет два года. И, соответственно, в четвертый год у него стаж вождения будет три года. И чтобы ответить на вопрос, чему был равен КВС на начало четвертого года, на начало четвертого года ему было 27 лет, стаж вождения – три года. Теперь смотрим по таблице. 27 лет, значит, соответствует интервалу от 25 до 29. Смотрим. И стаж у него был три года. Соответственно, КВС, коэффициент возраста будет 1,04. Значит, ответ в третьей задаче – это будет 1,04. Теперь разберем четвертую задачу. В начале третьего года страхования Павел заплатил за полис 18 745 рублей. Во сколько рублей обойдется Павлу полис на четвертый год, если значение других коэффициентров, кроме КБМ и КВС, не изменится? Так, задача эта та же. Эту таблицу я перенесла из предыдущих наших задач. Так, в первый год у него был класс третий, то же самое, то, что мы написали в предыдущем слайде. Ну, а теперь возвращаемся к условию задачи. По условию задачи мы должны найти стоимость полиса на четвертый год. Если известен, стоимость полиса 18 745 рублей в начале третьего года. Для этого мы обращаемся к условию задачи. В условии задачи написано, что стоимость полиса получается умножением базового тарифа на несколько коэффициентов. А коэффициенты зависят от водительского стажа, мощности автомобиля, количество предыдущих страховых выплат и других факторов. Ну, вот здесь указано, что коэффициенты, другие коэффициенты не меняются, кроме КБМ и КВС. Значит, стоимость полиса будет равен базовый тариф, умноженный на коэффициент бонус-малус и коэффициент водительского стажа. Так, базовый тариф у нас неизвестен, поэтому мы его обозначим за х. Полис в начале третьего года по условию был равен 18 745 рублей, а КБМ и КВС мы определяем из нашей таблицы. Снова обращаемся к нашей таблице, чтобы определить КБМ. Значит, в начале третьего года у него был класс нулевой, смотрим, нулевой класс, значит, КБМ у него будет равен 2,3. 2,3. Так, чтобы определить коэффициент водительского стажа, мы смотрим на возраст, начало третьего года у него было 26 лет, а стаж 2 года. Соответственно, по таблице, значит, у нас получается коэффициент водительского стажа 1,63. 1,63. Составляем уравнение и решаем данное уравнение. Получается 18 745 будет равно х, умноженное на 2,3, умноженное на 1,63. Когда мы умножаем 2,3 на 1,63, у нас здесь получается число 3,749. Чтобы определить х, мы число 18 745 делим на 3749. И здесь у нас получается ответ ровно 5 тысяч. Значит, базовый тариф у нас будет равен 5 тысячам. Но по условию задачи мы должны узнать стоимость полиса к началу четвертого года. Значит, стоимость полиса к началу четвертого года, он будет равен базовый тариф, умноженное на КБМ и КВС. А КБМ и КВС мы определили во второй и третьей задачах. Это у нас КБМ был равен, если у него класс был первый, это 1,55. А КВС у нас был равен, если стаж у него 3 года, а возраст 27 лет, значит у него КВС был равен 1,04. Если мы умножим все эти три числа, у нас ответ получается 8 060 рублей. Значит, стоимость полиса к началу четвертого года у Павла будет составлять 8 060 рублей. Сегодня мы разобрали первые 4 задачи про ОСАГО. Пятую задачу мы рассмотрим на следующем занятии. Всего доброго! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы разберем пятую задачу из предыдущего занятия. Павел въехал на участок дороги протяженностью 2,7 км с камерами, отслеживающими среднюю скорость движения. Ограничение скорости на дороге 60 км в час. В начале и в конце участка установлены камеры, фиксирующие номер автомобиля и время проезда. По этим данным компьютер вычисляет среднюю скорость на участке. Павел въехал на участок в 11.03.16, а покинул его в 11.05.31 секунду. Нарушил ли Павел скоростной режим? Если да, на сколько километров в час средняя скорость на данном участке была выше разрешенной? Так, чтобы узнать скорость, мы должны расстояние поделить на время. Теперь смотрим. Он въехал в 11.03.16 секунд и покинул этот участок в 11.05.31 секунду. Значит, на этом участке Павел был ровно 2 минуты и 15 секунд. Давайте мы его переведем в секунды. Это у нас получается 135 секунд. А так как у нас расстояние задано в километрах, и мы должны найти в километрах в час эти секунды, мы переведем в часы. 135, значит, делим на 3600. Это у нас получается время, за которое Павел был на участке 2,7 километров. И чтобы узнать скорость, мы расстояние делим на время, то есть расстояние было 2,7 километров, и делим мы его на 135, деленное на 3600. То есть это получается 2,7, давайте напишем, как 27 десятых в виде дроби, и поделенное на 135, деленное на 3600. Это у нас получается деление, заменяем на умножение. Так, здесь мы сократим на 27, здесь у нас получается 5, тут сократим на 10. Значит, здесь у нас в числителе получается 360, деленное на 5. Если мы 360 делим на 5, у нас получается 72. Значит, на участке с протяженностью 2,7 километра Павел этот участок проехал со скоростью 72 километра в час. Вопрос задачи звучал следующим образом. Нарушил ли Павел скоростной режим, а ограничение скорости на дороге на данном участке было 60 километров. Значит, он превысил скорость на 12 километров в час. Ответ получается 12. Ну а теперь мы рассмотрим следующие задачи, задачи про листы бумаг. Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой А0, А1, А2 и так далее. Если лист формата А0 разрезать пополам, получаются два листа формата А1. Если лист А1 разрезать пополам, получаются два листа формата А2 и так далее. При этом отношение длины листа к его ширине у всех форматов, обозначенных буквой А, одно и то же. То есть листы всех форматов подобны друг другу. Это сделано специально, чтобы можно было сохранить пропорции текста на листе при изменении формата бумаги. Размер шрифта при этом тоже, соответственно, изменяется. То есть давайте еще раз разберем условия задачи. В условии задачи сказано, если бумагу формата А0 разрезать пополам, то мы получаем две бумаги формата А1. Если бумагу формата А1 разрезать пополам, тогда мы получаем две бумаги формата А2 и так далее. Задача первая. В таблице 1 даны размеры листов бумаги четырех форматов от А3 до А6. Смотрим таблицу. Для листов бумаги форматов А3, А4, А5 и А6 определите, какими порядковыми номерами обозначены их размеры в таблице 1. Заполните таблицу ниже. В бланк ответов перенесите последовательность четырех цифр. То есть если у нас индекс формата уменьшается, то размер бумаги соответственно уменьшается в два раза. Из одной бумаги А0 мы получаем две бумаги А1, из одной бумаги А1 мы получаем две бумаги А2 и так далее. То есть если мы смотрим, мы должны заполнить вот эту таблицу, значит формат А3 будет больше всех форматов. С чем, если индекс формата меняется, наоборот, формат размер бумаги уменьшается. Значит у формата А3 будет наибольший размер. Смотрим по данной таблице, выбираем. Здесь наибольший размер получается по порядковому номеру 3. Значит для А3 соответствует третий порядковый номер. Следующий. Выбираем из первого, второго, четвертого. Подходит второй номер. Второй номер, это будет формат А4. И формат А5, это будет четвертый номер. И формат А6, это будет самый наименьший, это первый. Идем дальше. Эту же задачу решаем. Из этой задачи второе задание. Сколько листов бумаги формата А5 получится при разрезании одного листа бумаги формата А0? Давайте мы здесь напишем. Из бумаги А0 мы получаем две бумаги А1. А из бумаги А1 мы получаем две бумаги формата А2. А из бумаги формата А2 мы получаем две бумаги формата А3. А из формата А3 мы получаем две бумаги формата А4. А из бумаги А4 мы получаем А5. То есть сколько листов бумаги формата А5 получится при разрезании одного листа? Сколько здесь получается? Перемножим все двойки. У нас получается 32 бумаги формата А5. Значит, ответ второго задания будет 32. То есть из одного листа бумаги А0 можем получить 32 листа бумаги формата А5. Теперь рассмотрим третью задачу. Найдите длину большей стороны листа бумаги формата А2. Вот у нас формат А2. Но мы из предыдущей задачи, первой задачи, у нас была такая таблица, что формат А3 соответствует третьему порядковому номеру. Значит, у формата А3 ширина будет равна 297, а длина 420. Смотрим формат А2. Формат А2, значит, он состоит из удвоенного произведения ширины формата А3. Так, это третья задача. Длина формата А2 равна удвоенной ширине формата А3. То есть мы здесь 2 умножаем на 297. При умножении у нас получается 594. Теперь четвертая задача. Найдите площадь листа бумаги формата А3. Так, чтобы найти площадь формата А3, нам нужно ширину умножить на длину. То есть 297 умножаем на его длину, это 420. И у нас получается здесь ответ 124740 миллиметров. А ответ мы должны написать в квадратных сантиметрах. Соответственно, это будет 1247,4 квадратных сантиметров. Ответ в четвертой задаче будет 1247,4. Таким образом, площадь формата А3 у нас получилась 124740 квадратных миллиметров. А это у нас 1247,4 квадратных сантиметров. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok